Нам не нужны ваши извинения. После проезда по дороге Караганда-Шахтинск многие водители вынуждены направляться в автосервис. Поврежденные кузовы, разбитые фары и лобовые стекла. Такова цена передвижения по трассе областного значения. Подробнее в сюжете Ирина Вобещевич. Прошлогодний скандал с ремонтом дороги Караганда-Шахтинск ничему не научил подрядчиков столичную компанию ТО Прогресс КЗ. Тогда в машины летели лепешки, а извинения приносил представитель управления пассажирского транспорта Карагандинской области. И вот теперь все покрытие, так называемый слой ШПО, служащий, казалось бы, для улучшения сцепления колес с поверхностью, сам летит во все стороны, как результат десятки побитых машин. Встречные камни летят, разбивая стекла, разбивая фары, они бьют по кузову, тем самым нанеся учеб машине, портя краску, покрытие машины. На этой дороге просто опасно. И так была опасна она, потому что были ямы, были кочки, когда машины едут и просто вот объезжая кочки происходит столкновение. То есть сейчас машины просто могут спокойно слететь в кувет. Люди высказывают свои возмущения в социальных сетях и требуют привлечь всех, кто отвечает за ремонт к ответу. Сколько можно издеваться? Явная экономия, нарушение технологии использования некачественного дешевого материала за выделенные немалые деньги. Как будто вот на клей насыпали камни и вот они потихонечку, да, не держатся, отлетают. Для чего это делается? Почему никто за этим не следит? Почему никто не обращает на это внимание? Тот, кто вообще отвечает за это покрытие, вы приедете на своем личном транспорте, вы посмотрите, попробуйте, проедете. Был ответ, что дорожное покрытие не прижилось. Не покрытие дорожное, а антигололедное покрытие не прижилось. Что значит не прижилось? Он у нас асфальт живой? В смысле не прижилось? Подрядчик на этой дороге, как ранее отмечена, компания ТО «Прогресский-Зет». Проект реализуется с прошлого года. На сегодняшний день проведены работы по устройству ШПО на четырех километров автодороги. Это официальная информация. На камеру и даже по телефону нам не дали комментарии. Зато вновь, как и год назад, Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области приносит свои извинения. Уважаемые автолюбители, приносим свои извинения за причиненные неудобства. Дефект данного участка уже начал исправлять за свой счет подрядчик. При ремонте дороги был использован некачественный битум. За нарушение технологического процесса заказчик намерен привлечь компанию к ответственности. Управление транспорта еще раз приносит свои извинения. Автомобилисты возмущены. Сколько можно извиняться? Почему ничего не меняется? Какие наказания несут подрядчики, если им выгоднее повторять нарушения из раза в раз? Вашими извинениями, говорят водители, не залепить разбитые машины.